Здорово, дорогой! Тебе говорили, что Че скам. Если ты в следующий раз от кого-то это услышишь, скажешь этому человеку, что он долбоеб, кинешь обязательно ссылку на этот ролик. Почему? Потому что в этом ролике мы с тобой разберемся, что Че это не скам, а хороший, порядочный проект. Но, как бы, если бы вопрос касался только этого, я бы не снимал. Здесь мы с тобой еще коснемся таких вопросов, как кошелек по Че, DeFi на Че, то есть торговля, обмен Че на каких-то токенов, обмен Че на NFT. И вот в этом ролике мы с тобой все это изучим. Ты готов? Погнали! Значит, смотри, перво-наперво мне бы хотелось бы с тобой определиться, почему Че не скам. Если мы с тобой откроем Google и возьмем формулировку, что такое скам, то тут ты видишь, что скам – это мошенничество с целью получения быстрой выгоды. Че не устраивало никаких ICO, она не собирала ни у кого деньги. Все, что они сделали на начальном этапе, это создали отдельный кошелек, где положили определенное количество монет, по-моему, 21 миллион, который так и лежит без изменений. Многие в крипто-сообществе, кому это не понравилось, но давай копнем глубже. Был в свое время кефир, который майнился. Почему был? Потому что майнером он теперь неинтересен, но майнером на видеокартах и так далее, на асиках и прочее. Поэтому мы его, в принципе, забыли. Там тоже Бутерин устраивал примайн. У него были определенное количество бабок, до сих пор есть на этом же счету. Счет он только поменял в определенный момент времени. Давай дальше, еще глубже, как к нему. Биткоин. А на биткоине сколько сатошного кому-то один намайнил миллионов, скажи мне? Ну и что в этом такого? В этом ничего страшного нету, когда создается проект, разработчики этого проекта хотят иметь свой кусок пирога. Иначе смысл создавать что-то и творить вообще какие-то прекрасные блокчейны. Люди должны стимулироваться. У нас время такое, что если есть бабки, человек заинтересован. Ты сам будешь чем-то заниматься, если денег нету, ну сколько ты на голом энтузиазме, ну час посидишь, ну неделю, ну месяц. Я тоже там, я не знаю, ютуб веду или что-то чего-то. У меня тоже какой-то интерес есть от этого. То есть это нормально, когда люди, создавая какой-то продукт, хотят иметь денежку. В этом ничего страшного нет. Тем более, что это никак не вредит проекту. И самое главное, проект развивается. У него огромное количество комментов на гитхабе. Огромнейшее количество топовых бирж. То есть Oks, Huobi, там, Kucoin и так далее. Вот целый список, видишь, на которых ты можешь, которые считают так же, которые залистили этот проект. Другие там кричат, вот он там стартанул 2000 баксов, а упал до 25 долларов. Братан, ну пойми, цену не устанавливали разработчики, чьи на эту монету, цену устанавливают рынок. То есть вот они, вот эти биржи есть, и когда она там залезлилась на Oks, например, на тот же, она стоила по 2000 долларов в моменте времени. Ну, так решил маркетмейкер, а как бы участники рынка, продавцы и покупатели, в данном случае покупатели, если кто-то решил купить по 2000 баксов, но он решил купить. Со временем рынок как бы все расставил, цена упала до 25 долларов, и вот сейчас она в районе 40 торгуется. Тут вопрос в том, а хорошая ли это цена или нет? Отвечается очень просто. То есть, если тебе надо что-то сделать, как в сегодняшнем ролике на Че, допустим, там откупить, зайти на эту биржу, Че, чтобы в блокчейне, в сети Че, купить какую-то NFT, которую тебе надо, или совершить один обмен токенов, допустим, Че, на крипто баксы, и тебе это нужно сделать в сети, чтобы пойти пофармить где-то там, в DeFi, то как бы ты пойдешь и купишь. А что, кефир по 5000 баксов покупал? Покупал. А здесь такая же технология, и ты сегодня убедишься. То есть, ты можешь делать все то же самое, что на кефире в сети Че. И это не просто так, знаешь, там очередной форкнутый кефир, как вот кучу сетей ты понял, окин смартчейн, байна смартчейн, форкнул кефир, и там что-то новое сделали. Это вообще другая технология. Сегодня ты в этом убедишься. Погнали, братишка! С чего начинается DeFi на Че? Да так же, как и на кефире, все начинается с кошелька. То есть, ты заходишь на Че.нет, нажимаешь кнопку загрузить, и здесь выбираешь под нужную тебе операционную систему. Кошельки вроде как бывают разные. В рамках этого ролика мы с тобой коснемся вот этого кошелька. Может быть, в процессе я дойду мозгами до других кошельков, посмотрим, еще не знаю. То есть, качаешь под ту операционную систему, которую тебе надо. Вот Ubuntu, CentOS, Linux подобный, я качаю под винду, несмотря на то, что я на MacOS. Кстати, на MacOS тоже есть, но я на свой комп не хочу качать, поэтому я подключился к другому компу. И нажимаю загрузить под Windows 64 бит. Все, у меня пошла загрузка, к слову, он у меня уже был скачанный. После этого нахожу, где он там находится. И два раза клацаю на него, чтобы он запустился и начал синхронизироваться. То есть, нажимаю вот так два раза. Он сразу спрашивает, установить в это место. Я говорю, установи в это место. Он пошел устанавливать. Ось установки, он говорит, что Чия была установлена. И нажимаю, давай фармить. Let's farm. Теперь у меня на рабочем столе появился ярлычок Чия. И здесь, соответственно, у меня спрашивают, какой режим будешь использовать. То есть, режим полный загрузки ноды. Я тебе сейчас покажу, с телефона сделаю видос. У меня там в соседней комнате есть. Три дня она синхронизировалась. Я не знаю, в каком времени ты смотришь, но на 15 февраля 2023 года три дня прошла синхронизация. Поэтому, если тебе нужен там DeFi, имеется торговать токенами, грубо говоря, там что-то в фарминге делать, там с NFT что-то делать, тебе вот этого кошелька будет достаточно. Если тебе нужен фарминг мод, то есть майнинг мод, то есть тебе надо там подключаться к определенным пулам, тогда ты скачиваешь вот это. Если у тебя, грубо говоря, там пулы и пул, то тебе вот этого кошелька тоже будет достаточно. Тебе наоборот, там не надо синхронизироваться, как в этом режиме. Ну, ты понял почему. Но я все-таки вот этот себе скачал на другом компе, сейчас покажу, чтобы я мог подключаться и к другим пулам тоже. Поэтому я выбираю вот этот вариант, чтобы сразу я мог пользоваться. И у меня выскакивает сразу окошко, либо создать новый приватник, либо импортировать 24 слова, чтобы получить доступ к старому приватнику и пользоваться. Я создаю для ролика новый, так у меня есть, который мне нужен, нажимаю Create. После того, как я нажал создать, он мне говорит, запишите 24 слова. Это важнейший момент. Эти 24 слова, без них ты в следующий раз не зайдешь. То есть, если ты думаешь, что у тебя вот этот компьютер на всю жизнь, ты сильно ошибаешься. Там что-то произойдет, на худой конец его взломают вирусом и заберут вот эти слова, и все батки у тебя спиздят. Поэтому это нельзя ни в коем случае записывать на компьютер. Я сейчас сделаю вот так. То есть, я сделаю скриншот, а ты все свои слова, вот эти вот, которые ты видишь, в обязательном порядке запишешь на бумажку. Бумажку распилишь, как минимум, на две части. Одну там спрячешь в одном объекте, другую спрячешь в другом объекте. В идеале на три части, одну не забудьте выбрать в ячейку. Но ни в коем случае, ты понял, ни скриншот, который будет храниться на компьютере или в телефоне, ни в заметке записал. Потому что, если у тебя будет вирус, вот эти все данные будут достаточно злоумышленнику, чтобы в другом месте, с этого кошелька или с другого кошелька, который поддерживает чьё, зайти и воспользоваться твоими бабками. Проще говоря, их спиздить. История за 14 лет знает целую гору примеров, когда так делали люди ошибки. Поэтому строго записал с хорошего компьютера, где точно ты знаешь, что нет проблем. И после этого только пошел дальше. Хороший компьютер имеет свой компьютер, на котором на начальном этапе нет вируса. В идеале, чтобы это был какой-то новый компьютер или форматированная флешка. После чего ты нажимаешь имя кошелька, после чего нажимаешь далее. После чего ты попадаешь в кошелек. Вот здесь вот у него статус кошелек, он еще не синхронизировался. Так, время 14.06. Давай посмотрим, сколько ему надо будет, чтобы синхронизироваться. Часы вызовем. Вот 14.06. У него желтый статус. Посмотрим, когда он поменяет статус. Сразу поменяем язык на русский. Поставлю темную тему. Собственно, 14.07. Ты видишь, уже зеленый статус кошельком можно пользоваться. То есть, либо одна минута, либо смотри, вот другой пример. Да, сейчас я язык поменяю и покажу. То есть, английский меняю на русский. Вот. Все. И теперь у нас кошелек на русском языке. Вот здесь у меня чья майница, хотя майница говорит неправильно, это фармится. Почему? В принципе, то же самое, что и майница, только фармится, формулировка. Почему? Потому что меньше электричества жрет, поэтому они говорят, что фармится. Здесь у меня другой кошелек, видишь? По сути, кошелек тот же самый, просто он в режиме фарма. Здесь он полностью синхронизирован. Зачем я это сделал? Просто, чтобы протестировать, сколько времени это займет. Заняло это три дня в моем времени. Если ты через год смотришь, соответственно, там у тебя, наверное, больше недели будет. Полная нода. Для чего полную ноду скачивают? Для того, чтобы появлялись всякие вот такие понятия. Участки, фарминг там и так далее. В моем случае его даже не надо было синхронизировать, потому что я майнил на H-пуле, видишь, да? А в других случаях, то есть вот здесь ферма у меня лежит, а тут вторая ферма будет. Вот харды лежат под чью. Там уже кошелек будет полностью синхронизирован, потому что он будет на новых платах делаться. И там уже, соответственно, мне Моника не предоставляется. Ну ладно, сегодня не об этом. Погнали дальше. Хотя по большому счету все, что надо, чтобы перевести его в другой режим, зайти в настройки, здесь поставить режим фарминг. И вот они появляются все эти участки, фарминг и полный узел. Здесь ты видишь, что он пошел, начнет синхронизироваться, да? Поэтому я меняю обратно, так как синхронизацию 3 дня ждать я не готов. Во-первых, во-вторых, оно как бы не нужно, потому что очень много места жрет. То есть там сейчас уже порядка 70 гигов, по-моему, если я не ошибаюсь. И это постоянно растет. Почему постоянно растет? Потому что он закачивает все, что есть. То есть офферы, там какие картинки есть, а нефтишки закачивают, всю хуйню закачивают, весь блокчейн. Поэтому в 99% случаев, если ты пользователь, а не фармер, тебе нужен чистый кошелек, без фарминга. Теперь, чтобы нам с тобой научиться торговать по-новому, то есть не на централизованных биржах, нам все равно нужны будут либо на фарме на ИЧИ, а другой кошелек у меня, либо по старинке где-то откупить ЧИА. Почему? Потому что торговля токенами и ЧИА, и токенами, и NFT, чтобы торговать, нам необходимо оплачивать транзакции. Они оплачиваются в ЧИА. Поэтому нам с собой нужно закинуть сюда ЧИА. Для этого я иду на какую-то централизованную биржу. В моем случае я иду на Охекс. Так, здесь я на фьючах стою. У меня небольшой минус, ничего страшного. И здесь откупаю. Но я не хочу трогать активы, которые есть, поэтому я беру бабки. Например, с метамаска меняю сеть полигона на Эфириум Классик и отправляю себе на аккаунт деньги, на которые я откуплю ЧИА и которые я закину в этот кошелек. И да, я знаю, что я спалил слова на камеру. Я это сделал специально. Поэтому самый фартовый, кто вот сейчас в данный момент успеет нажать на паузу, как только ролик вышел, заберет все деньги, которые там будут. Там будут в районе где-то 50 долларов. Я их отправлю. Ну, что-то будет куплено на NFT, продано обратно, какой-то обмен совершен. Ну, кто первый успеет туда зайти, кто первый успеет собрать, тот самый фартовый. Вот, а я пока что отправляю на Охекс и жду с этих денег, поменяют куплю ЧИА и отправлю уже на этот кошелек. Ты понял мысль? Отправляю. Ну, ждать полторы-то их подтверждения нереально. Я не знаю, что там с классиком. Опять он с ума сходит. Но полторы тысячи подтверждений нереально. Поэтому я здесь что сделаю? С тех денег, что у меня есть, это аккаунт новый. Я его сделал после того, как меня ломанули. Специально для съемок. То есть тут буквально какая-то мелочевка. И чтобы навык не терять, я торгую на фьючах. Поэтому я что делаю? Я иду в торговлю. Здесь спотовая торговля. Я нахожу ЧИА за USDT. Предварительно продаю классики. Потом покупаю ЧИА. Ну, давай быстренько покажу. Вот здесь у меня в избранном уже все есть. То есть классики USDT. Я хочу продать вместе с комиссиями, пускай это будет три классика на продаже. Продавать буду по рынку. Нажимаю кнопку продать. Подтверждаю. Теперь иду в купить. Здесь выбираю ЧИА USDT. Только не фьюча, а спотовая торговля. И покупаю сколько? Ну, давай я куплю на 50 долларов. Не на 55, потому что там комиссии какие-то будут хреново знать. Не хочу сейчас копейки высчитывать. Нажимаю купить ЧИА по рынку. По 4167 купил. То есть, понимаешь, да? Я пользователь сети. И мне для того, чтобы покупать там NFT, там какие-то обмены сделать, какие-то токены новых проектов, перспективных, да? Которые будут сейчас разработчики разрабатывать в этой канителье, да? Мне необходимо для транзакции ЧИА. Да? И как бы я вынужден покупать по той цене, что и есть. Как в случае с кефиром, как в случае с битком. Вопрос только в масштабируемости. Как скоро туда пойдет огромнейшее количество разработчиков, у которого обещаются там огромные гранды. Они получают эти гранды, да? За разработки разных топовых проектов на ЧИА. И вопрос в том, как скоро об этом узнает как можно большее количество людей, да? Вот так вопрос стоит. Технология-то уже работает. Ты же видишь. Теперь в моих активах я вижу, что у меня есть 1.31 ЧИА. Примерно эту сумму, там минус комиссии, мы бы с тобой сейчас выведем. Для этого нажимаю вывести. Здесь выбираю монета ЧИА. Способ вывода ончейн. Ончейн, но это типа на кошелек. Либо если ты с ОКИСа на ОКИКС, видно здесь без комиссии внутренней. Никогда не пробовал. Ладно, мне подходит ончейн. Нажимаю продолжить. Забираю кошелек. Для этого, соответственно, захожу в кошелек. Здесь нажимаю кнопку получить. И вот он сам кошелек. Причем кошельки могут быть разные. То есть я могу создать новый адрес. И этот придет на этот кошелек. И так я могу сколько угодно раз делать. В балансах он будет показывать. Вот здесь вот где сумма. Он будет показывать со всех этих кошельков итоговую сумму. Для чего так делается? Для того, чтобы не спалиться кому надо. Условно перед налоговой. Что если, грубо говоря, биржу заставят сделать отчеты. И будет видно, что много. Получая один и тот же адрес, ты можешь каждый раз создавать новый. При этом баланс будет единым. При этом ничего страшного, если ты будешь указывать старый кошелек, и туда будет приходить, и туда будет приходить. Поэтому я забираю вот этот кошелек, копирую его, вставляю вот сюда. Смотрю, что концовка у меня совпадала с моим кошельком. Помнишь, про программу подмена, да? Вот они совпали. Смотрю комиссию системы, показывает 4 десятитысячные. И нажимаю «Все». А так не дает. Вот с торгового аккаунта нажимаю «Все». Надеюсь, он комиссию сам посчитает, без моего участия. Нажимаю «Далее». Тут предупреждение о возможном риске. Я говорю, замечательно, я понял. Все. И убеждаю, что у меня здесь есть чья стоит. Убеждаю, что кошелек правильный. Ввожу код с письма, ввожу код из SMS. И нажимаю «Подтвердить вывод». Значит, смотри, запрос занимает какое-то время внутри ОКИКСа, что касаемо самого перевода, у мгновенен. Теперь смотри, мы с тобой с ОКИКСа по Москве откроили в 16.41, а по мировому времени получается минус 3 часа в час 41. Там что-то специалисты посмотрели, подтвердили, либо это сделал бот, я не знаю. И если перейти теперь в обозреватель блокчейн, сюда вставить кошелек, на который мы отправляли, то мы видим с тобой транзакцию. Два часа назад по условному времени в количестве 1.317 ЧИ. Если нажать на хэш транзакции, то здесь видно точное время, то есть UTC, время не московское, что в 13 часов 46 минут была отправка. И в этот момент времени как раз-таки деньги поступили, то есть получается, что мгновенно. То есть если теперь перейти в кошелек и нажать вот здесь вот раздел «Токены», можно увидеть итоговый баланс 1.317 ЧИ. Теперь давай самое интересное, как торговать в ЧИА, как, соответственно, покупать за монету ЧИА токены внутри сети ЧИА. Значит, токены внутри сети ЧИА называются CAT. Есть различные, так же как и у Кефира, так же как и у Binance Smart Chain, есть различные DEX, то есть это сайты, на которые можно заходить и торговать токенами и монетой ЧИА. То есть покупать в торговле и, соответственно, покупать и продавать, покупать и продавать токены монеты, покупать и продавать NFT. Ну, давай, для примера, смотри, мы с тобой заходим в торговлю на DEX и SPACE. Они есть разные, полный список, можно посмотреть внутри самого кошелька, когда ты создаешь оффер. Оффер это что такое? Оффер это предложение. То есть вот это поле спроса, вот это поле предложения. Сейчас все покажу, не переживай. У меня открыто три, на самом деле их намного больше и вот в списке кошелька они показываются. То есть смотри, допустим, я хочу торгануть. Что я хочу сделать? Предположим, я хочу продать ЧИА. Здесь, соответственно, я выставляю актив, который я хочу продать. То есть я хочу, чтобы у меня здесь открывалось ЧИА. Я же продаю, у меня пока других монет нету. А здесь я хочу, чтобы у меня открывался токен USDC. Да-да-да, это тот самый USDC, который ты видел в ERC20, который ты видел в TRC20, который ты видел, соответственно, в Binance Smart Chain и в других чейнах. Он уже здесь есть и в этом плане он обыгрывает USDT, потому что USDT, как я понял, здесь еще нету. Теперь давай просто сделаем сделку. Можно это сделать разными способами. Мы с тобой попробуем разобрать все. Ролик будет объемным, поэтому заварим чаек, кофеек и погнали. Смотри, я разворачиваю график. Здесь смотрю всякую информацию, сам разберешься с этой информацией, она мне не нужна. Единственное, что там для тех, кто говорит, что ЧСК, на самом деле ребята уже так торгуют, получается, обратите внимание, с 5 марта 2022 года. То есть, по сути, практически через месяц будет год, даже меньше, через две недели. Это к вопросу о том, ЧСК или нет. Здесь уже вовсю ДФА идет, с NFT-хами и прочими приколюхами, причем разными способами. В одноранговой сети без посредника, без дяди, с кошелька на кошелек. Это просто как бы предложение, показывающее. Ну, ты понял мысль. И как бы, ну, этот вопрос вообще не актуален больше. Я надеюсь, ты его больше никогда не будешь задавать, и людей будешь поправлять, если они такую глупость, не дай бог скажут. Смотри, я делаю сортировку здесь 0.1 ЧСК, потому что, ну, я хочу поторговать разными способами, мне денежки нужны. Он мне делает автокомбинирование и показывает, что есть вариант предложить 0.11 ЧСК за 4.4 USDC. Мне сейчас не важен курс, мне главное это сделать. Я нажимаю принять, есть разные способы это сделать. Смотри, вот я нажимаю загрузить предложение, он мне скачивает оффер, предложение. Я нахаживаю это предложение, нажимаю показать в папке. Так, смотри, я перекинул его специально в документ, чтобы лишнее тебя не отвлекало. И открыть с помощью делаю блокнота. Зачем? Чтобы посмотреть, что там внутри. Здесь просто какие-то циферки, набор цифр. Это и есть предложение. Что мы дальше делаем с этим предложением? Идем вот здесь в заявки, в заявках вставляем, нажимаем один раз сюда и вставляем это предложение. И у нас выскакивает обмен. Chia на токен USDC. Теперь, здесь он может тебе писать неопределенный токен, тогда ты идешь в токены и добавляешь токены, наподобие они добавляются, как мы с тобой в кефир добавляли в метамаске. То есть, жмем управление списком токенов, здесь добавляем стейбл USD, а у нас кошельки уже есть, с ним все проще. Появляется USDC токен, после чего мы с тобой идем еще раз в заявки. Кстати, этот токен можно вот так вот просто перекинуть тоже. Допустим, ты его вот так вот закинул, видишь, и все, он здесь появился. После чего мы смотрим, что мы отдаем здесь наше предложение offer 0.11. и получим 4.4 USDC. Поле комиссии можно увеличить, комиссию, если есть необходимость, чтобы транзакция прошла быстрее. Мне нет такой необходимости, я никуда не тороплюсь. И по комиссии в самом приложении, давай посмотрим, 1% вот от этой суммы будет взят вот этим DEX. Ну, судя по всему, чем больше будет становиться DEX, чем больше будет присоединяться программистов, тем, соответственно, они будут конкурентнее способнее, тем дешевле будет комиссия. Пока как бы их не так много, они, видно, наглеют как следует. Ну, не видно, а наглеют, ты же видишь, 1% комиссии, это же грабеж, братан, ты что, безобразие? Так, и дальше я нажимаю принять продолжение. Продолжение. Принять предложение. Он мне что-то там говорит на импортном языке, типа, уже нельзя будет отменить. Ты говоришь, отменить? Я говорю, да, отмени. На самом деле, отменить можно будет, если транзакция будет не исполнена. Чуть позже я тебе покажу. Он говорит, предложение подтверждено, и ждите подтверждения. Теперь здесь же в заявках видно, что у меня требует подтверждения заявка со спроса на 4,4 USDC токена за 0,11 чья. И вот тут как раз можно нажать кнопку отменить заявку. И здесь же можно нажать кнопку показать детали. Теперь мы с тобой ждем, что мы ждем, когда майнеры, то есть мы с тобой, в данном случае фермеры, хотя на самом деле, по большому счету, кроме там расхода по электричеству, тот же майнинг, да, подтвердим эту транзакцию. Когда мы ее смайним, тогда транзакция пройдет. Понимаешь? И здесь все зависит, как по старой технологии. Чем больше очередь, тем больше надо платить комиссию, тем больше зарабатывают майнеры. И вот смотри, у нас с тобой выскочила, подтверждена. То есть теперь, если мы с тобой идем в токены, и в токенах жмем стейбл USD, у нас с тобой появились 4,4 USD. При этом мы с тобой заплатили, обрати внимание, в монетке Чия. То есть у нас с тобой стало меньше монеты Чия, и появились на балансе USD. Все мы это сделали внутри кошелька, без всяких там бирж, в одноранговой сети, по DeFi, понимаешь? Без дяди. Скажи мне теперь, Чия скам или не скам? Продолжаем. Теперь давай с тобой сделаем то же самое, но в обратном направлении, то есть за USD купим Чия, при этом мы не будем скачивать оффер файла, а просто через скопировать это. Сделаем, смотри, то есть я меняю местами, соответственно, оффер у нас USD, я предлагаю USD, смотрю, что есть, какие варианты, и хочу купить Чия. Ну, давай, сильно искать не буду, первую, которая есть, 0,3 USD. Нажимаю только на этот раз, не загрузить предложение, а копировать предложение. Видишь, он нажал, что скопировано, я возвращаюсь в кошелек, в кошелек, и здесь иду в заявки, в заявках нажимаю, ну, по Windows Control V, ну, я внутри Windows, соответственно, Control V. Все, он мне автоматически написал, сколько денег, он там запрашивал 0,3 помнишь, да, и сколько Чия. Дальше я нажимаю принять, предложение, принять предложение, опять же, надо посмотреть комиссию, так, смотрю, что здесь вот по такой цене, и, по-моему, без комиссии, да, напиши в комментариях, комиссия или нет, чуть не пойму, вроде без. Все, отлично, нажимаю принять предложение, то есть здесь мы не закачивали оффер. Он говорит, подтвердить, я говорю, подтверди. Он говорит, оффер ждем, ждем подтверждения, кручу опять же вниз, и ждем, когда мы с тобой смайним. Как только ты смайнишь, у меня появится вместо вот этих USDC, Чия, давай посмотрим баланс. Вот у меня сейчас вот такое, 1, 20, 516, 705, 80, 84. Сейчас должна будет поменяться, сколько времени это займет. Там не видно, наверное, было вот здесь, покажу. Вот здесь можно отменить заявку. Если нажать отменить заявку, то он спрашивает, отменить ли заявку, там должно быть, по идее, два варианта, либо отменить, либо отменить за денежку. Зависит от ситуации. Ну, давай майни, что ты, у тебя мощности, что ли, не хватает? Что так долго-то? Вот еще по USDC можем посмотреть, здесь 4,4, чтобы не забыть, я уже забыл, какое там сложное число было. Все написано подтверждено, соответственно, за 2 минуты это произошло. В принципе, нормально, можно было увеличить скорость, если бы это нам было необходимость. То есть, мы теперь заходим в USDC, и у нас здесь 4,1, и в ЧИ тоже у нас баланс стал чуть больше. Погнали дальше. Я думаю, здесь все понятно. Теперь давай способ третий, я хочу сделать вообще по-другому. Я хочу создать лимитную заявку в DeFi, чтобы у меня за мои стейблы коины, сколько здесь, 4,1 USDC, я не знаю, купят, не купят, но я создам предложение по лучшему курсу. Может и купят, хрен его знает. Купились на эти деньги ЧИА, при этом, чтобы я соединился с этим DeFi, понимаешь мысль, да? То есть, я здесь нажимаю в этом DEXE подключиться к кошельку, он мне выдает вот такой QR-код, вот тут внизу я нажимаю копировать, после чего, соответственно, я иду в свой ЧИА кошелек, здесь нажимаю соединиться, добавить соединение и вставляю Ctrl-V, нажимаю Continue, он говорит, что вот такой вот соленый TES from YouTube соединился, нажимаю продолжить и он говорит, что я подключен. Теперь возвращаюсь, здесь уже показывает, что я соединен, и теперь я иду обратно в кошелек, в кошельке уже иду я в заявки и нажимаю, что я хочу создать оффер, я хочу создать предложение. Здесь я выбираю, соответственно, не ЧИА, так как предлагать я буду не ЧИА, а буду выбирать я токены. В токенах, типа актива, я выбираю USDC, да, USD, и ввожу, сколько там было, по-моему, 4, ну давай на 4 доллара купим. Тут же я могу выставить скорость, видишь, дополнительную записать, я ничего трогать не буду, оставлю по умолчанию. То есть я предлагаю 4 доллара здесь, а здесь предложение, суть моего предложения, я могу выбрать ЧИА, да, какое количество за эти деньги я хочу получить, я могу выбрать какие-то другие токены, например, токена вот этого DEXI, да, ну скажем там, если я там хочу что-то делать в DeFi, я могу выбрать NFT, что я хочу за эти деньги купить, для этого, но это чуть позже покажу, пока не буду говорить, но для этого я копирую оттуда предложение NFT, вставляю, и, ну, короче, придет время, покажу, подожди, не торопись, хорошо, я хочу на 4 бакс купить ЧИА, но я так понял, мне надо указать сумму, пока еще это дальше не пошло настолько грамотно, я хочу создать хороший курс, поэтому я зайду на ОКЕКС, посмотрю, что в моменте цена 42.93, на самом деле поле непаханное для арбитражников, и сюда я пишу, что я на 4 доллара хочу купить ЧИА, то есть, вот тут пишу 4 доллара, он говорит, что вот такая сумма получится, что я ее сейчас и коперну, соответственно, только здесь курс вообще 41.61, это, конечно, грабеж, не, давай напишем 43, но вот здесь имеется, я давно не обновлял, здесь по факту 43, и на 4 доллара, он говорит, вот такое число получится, мы его и заберем, дальше возвращаюсь в кошелек, и пишу вот это вот количество ЧИА, ну, соответственно, МОДЖИС, да, МОДЖИС, это, как, ты понял, как одна единица, как в биткоине, это Сатоша, как в кефире ГВИ, ты понял мысль, да, то есть, вот такое количество МОДЖИС, только он что-то запятый мне, по-моему, не так поставил даже, и нажимаю создать оффер, то есть, create offer, он мне говорит, ты уверен, что ты хочешь на такое число поменять, я говорю, я уверен, вот, и дальше, помнишь, я тебе говорил, где все вот эти ДЕКСи находятся, то есть, вот он, видишь, ДЕКСи Space, вот он, здесь находится ДЕКСи, я на нее нажимаю, говорю, размести мне вот туда, за 4 USDC, вот такое количество ЧИА, а, вот он, видишь, где читает, вот он читает, что курс 43 я продаю, ну и отлично, что, раз, я нажал, то есть, у меня есть и ссылка туда, давай сразу мы туда с тобой рванем, то есть, у меня здесь появилось предложение, раз, кроме того, я могу разместить на хэш грин, давай тоже туда разместим, два, короче, я везде закину, жалко, что нет кнопки, чтобы сразу он везде закидывал, 3, здесь какая-то ошибка, ну да хрен с ним, сюда не будем закидывать, давай вот сюда, offer pool, он говорит, твой offer добавим на offer pool, давай на space scan, здесь прям ссылкой можно посмотреть, и самое главное, я могу сохранить его на компе, то есть, если я его сохраняю, смотри, допустим, вот сюда я его сохранил, дальше я могу открыть, что угодно и послать его куда угодно, то есть, предположим, я открываю телеграм, вот он, новости от соленого, да, вот эта ссылочка, заходи, подписывайся обязательно, собака не у соленой, здесь последнее сообщение, видишь, я специально это сообщение, меня побудило, видишь, 48%, считаю что ческом просто потому что люди не понимают ну не понимают работают на своих работах где-то что-то делают и это сообщение побудил меня заснять этот ролик заходи подписывай читай обязательно я могу скинуть эту offer вот сюда ты его скачаешь и ты со своего кошелька просто зайдешь и сделаешь сделку со мной прикинь на кефире так нельзя братан как такая мысль и что подразумевает подразумевает какие там новый вид торговли оплату человек зашел грубо говоря там mastercard или там вот вот такой offer чайк нажал оплатил все она все поехала без всяких виза mastercard of который теперь вообще нафиг не нужны понимаешь мысль все как бы вот так кстати я пока снимал смотри че подлетела в цене а кстати она может из-за этого сообщения подлетела цене да то есть я в телегу написал скам низком здесь прочитала 6400 чайка все пошли покупать резко шутка конечно цена были выразла видишь насколько обрати внимание теперь давай посмотрим транзакции что мы с тобой сделал мы ее отправили в сеть она предварительно подтвержденная то есть майнеры ее смайнили и если кто-то это по этой заявке отреагирует и купит опять же майнеры и смайнет и после этого соответственно будет выполнена сделка то есть я получу вот такое количество чая а человек получит 4 доллара также здесь можно отменять допустим смотри я нажимаю отменить зачем он могу нажимать отменить за тем что например поставил один чик купить по продать по одному доллару понимаешь мысль ну не надо быстро отменить то есть первым же в возможном блоке чтобы никто не успел ничего сделать прошло немного времени статус подтверждена то есть я по 43 доллара откупил эти говорю поле не паханая для арбитражников заходи пожалуйста на здоровье здесь смотреть теперь в токены зайти то в токенах у меня и здесь и 0.1 и здесь и и через соответственно обратно прибавилось у меня теперь если зайти в заявке в заявках в заявке этой нажать посмотреть детали то тут видно что вот она соответственно выполнена до предложение было выполнено тот его откупил если вернуться на сайт где мы с тобой создавали это предложение вот она дексе то здесь наверно обновить информацию вот и статус выполнено ну а теперь давай купим на 50 чья я честно скажу никогда не понимал зачем нужны эти картинки да я знаю там философию я знаю все эти прихолюхи который долго рассказывать который ты тоже прекрасно знаешь но были купон да там я купил картинку купон тебя скидка на икеторию 50 процентов ну все выбрали классно было бы да там ну какой-то смысл я не пенсионат поехать отдохнуть там на море еще что-то ну возможно к этому скоро придут тем не менее их покупают если нажать последние торги вот тут вот обрати внимание то здесь можно увидеть что вот купили вот эту обезьяну за 3.4 че в моменте там чей ну округлим 43 бакса то есть понимаешь да 100 где-то 60 170 сам почитай баксов не знаю понимаешь мысль да ну ради тебя я чего-нибудь куплю так то но мне нафиг не надо ну ради тебя чего-нибудь возьму давай посмотрим что тут есть подешевле выбрать вот одна сотая че прикинь картинку в игре сделал да и за одну сотую че продает ладно мы купим принять копировать предложение иду в кошелек че соответственно в заявке в заявках control в он мне вставляет это на фишку и так у нас с тобой будет сделка мои 011 че за вот эту инфти которая прогружается на ноутбуке прогрузилась интернет чуть-чуть подожди сейчас и здесь можно проверить ее проверить ее оригинальная ли она и кто владелец вот на двух сайтах смотри 1 2 с поиском так нас поискать написано что создатель creator 300 и владелец creator 300 на мини-гардене написано что создатель king leonidas ты че не понял я не понял то есть владельца разные получается то есть тут один владелец z300 а здесь владелец king leonidas честно скажу мне настолько пофигу вот это вот все да кто там владелец то не владелец и их не внутренние кухни имеются там скамы да когда они берут допустим из одной сети там кефира какую-то оригинальную картинку вставляют ее в сети или наоборот да мне сейчас главное купить показать тебе что это работает а чего не там с этой кухне будут делать это уже их не лишний делал согласен также давай купим и пофиг как бы не хочу в этом даже разбираться из честно а вот здесь на дексе не написано походу то продает это тот случай когда носками можно заработать сейчас меня заработают ладно пофиг я покупаю ты если знаешь напиши как это работает все то же самое соответственно я пишу что принять предложение принять предложение да все подтверждаю вот сейчас у меня вот здесь в это создано я говорю да хорошо жду у меня появилось что статус идет ожидание и в нафте у меня видишь пока нету я сейчас так понимаю что когда это будет исполненного нафте у меня появится эта самая картинка прошло немножко времени транзакция подтверждена блокчейне че теперь если зайти в нафте то у меня вот этот самый пацан с мечом как ты видишь все прекрасно работает и скама тоже никакого нет далее можно даже что сделать можно эту и нафте здесь же из кошелька продать за ту же самую чей например я иду заявки в заявках нажимаю создать предложение и предлагаю эмфти для этого я забираю ее и нафте айди я могу даже это сделал прямо отсюда то есть я вот так вот просто нажимаю создать предложение создать предложение высказывает выскакивает и нафте я мы ее могу поменять ночью на какие-то токены или на другой даже инфте походу ну не знаю реально это нереально но я поменял этого пацана на девчонку сиськами например предположим что здесь есть девчонка с сиськами не знаю будет это работать или нет нажимаю копировать предложение возвращаюсь кошелек скорее всего не будет работать а может и будет работать нажимаю control в nfc not специфик короче не знаю как это работает если знаешь напиши но в то же самое время я могу легко поставить ее продаваться зачем в том количестве которым не надо я же эту на фишку оставлю человеку который первый скажем так взломает в хорошем смысле мой кошелек ему останется вот это количество чья карапалью здесь и и вот такая вот и на фишка обо мне на память собственно что добавить ну здесь можно еще добавить что огромнейшее количество различных токенов торгуются в сети че то есть если зайти в рынок нет зайти в торговлю и здесь нажать токена кэт то можно увидеть что уже огромнейшее количество разных токенов народ создает на данный момент я думаю что немногие из этих токенов имеют такой вес как юсдси но в то же самое время есть и какие-то популярные токены как вот например наверное вот этой вот вот этого обмена децентрализованно декси да тут тоже должны быть здесь надо это все дело заходить изучать но я думаю что после просмотра этого ролика тоже большое количество разработчиков пойдут разрабатывать в че хотя там и так уже огромнейшее количество разработчиков потому что там очень серьезные гранды а вот что еще добавить не знаю ролик получается очень объемно еще много чего можно на самом деле здесь рассказать но я думаю тебе достаточно понять и объяснить и обосновать любому человеку что че это не скам че это наше майнерское будущее которое действительно децентрализованным чем много чего можно заснять паче и мы это за 7 просто других роликов потому что ролик очень длинный у меня на сегодня все подписаться обязательно instagram telegram на youtube в twitter я всегда визе рад тебя видеть всего доброго пока пока тебе да и как был от контакта если чего вот сюда добавляю я как раз сюда добавлю вконтакте дженни и прочую канитель да давай бай 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 дорогой